Музыка 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 Уже инсульт я шелу, а дыр, ратшаны и халтерцы, за ха студия Чудыху, ахут-пиахушет-эртэ, анневрологи Тпша, ахакем, анневролог Мактина Чукбар, кулабзекуа. Кулабзекуа. Возже айнсульт я шелу, анцамты ахухши, прайжесур, хихут, аэкраны хирбарцы. Аказад в каас из цартиста хуахча захшит апсишалави анцамта Айфира Зархьяра, а барх корреспондент Илана Какаля ланцамта. Если шукса, гадунея чай инсулт архыргует в миллион век ауа, урт рахт эй кухас 25% инвалид шаххует, уявивеба процент зензаскарх низаходзу, а гуа чимазиры курахт изыгра аставави десхопса ауа а инсулт ау пабас шахна рукуйта статистика. Айшимеет инсулт мамзаргия ахшубью инфаркт и харак изыгва хын ежешук са иртас хуруб. Ихагиевы хуруб ауави инфаркт мякарда и хыгыхазар, и гуайсиб шцак чазар, а шакар чимазира имазар. Яра ва хынла ауави дэнэцшо и цирцар аушует. Извуст чада зыграбхи иргылы на инсулт яцфяша с шаку хора хараку, агуэх яргуамцу, с шакар хараку, ата тэн яхо. А инсулт за хызавави дгүаутар ауэта басалам тпы фирчарц шииха, убрияан и киш азгын лакузыр ма и харакызар. Тфирчажа ихо скамзар шгувчанышцам ина пы дюа хайд и гараны изыштым кызар и галапа инсулт яхгазар. Абарт хыг и куахапхи дэзавави и дэшбалазыр ирразнык ацхыра аралас шапхиан. Уи шоуанза ачимызэх дэкшыруя химатта тэрханы дэккызыр ипшыртла, ипсып алагабягара изымыр ихырцазын. Ауада ахауацка ивнашырс. Ихы ивя хырквы ахчы икзару. Ихудэ яшызару ашек шара чгам хырцазын. Аинсулт зэхи зауави иззэ секундкоге дара ихаду. Зага ирласна цхыра арайоу хачимазыра алцараге гмарьяхойт. Яраубас ихаду дэчэггі. Аинсулт зэхи зауави машинала ахуштэртэх дэшгозыр дэкквезыру. Дэккорпер ихы уяхар аладзу. Ярбан гуацараку игазаду ауави ария чимазыра дэчцарцазын. Шуксыг ахзныка хаким ишгашнэйла. Яхту аналіз куа аштэла. Ашшара чазлоу назгий иззу афат мап ачышк. Мисху ицзав шпирхагуб. Ишфала аутратыг куя аширкуй рачаным. Ататэнги мап ачышк руб. Айуи абзар чыцак и хамзаруб. Хагуу гуит ахакимча рабшкаруко ширзэдзир юбха. Шарашгуб зэйра шнабачы игуб. Надеюсь, мы дали правильные советы нашим телезрителям. И, конечно, после сюжета у меня сразу одна мысль. Как не заболеть самой и защитить своих близких от этой страшной болезни? Вот как? Прежде всего, это нужно вести здоровый образ жизни. То есть, необходимо постоянно контролировать свое артериальное давление. Затем, это правильное питание. То есть, питание также играет роль, потому что жирное, жареное, соленое приводит к повышению уровня холестерина, потом к повышению уровня артериального давления. И все это может привести к развитию инсульта. А можно уточним просто, чтобы наши зрители уже точно знали, какие продукты нельзя есть, могут провоцировать? Ну, например, из мясных, нежелательно именно свинина. Там много жира. Допустим, все молочные продукты животного происхождения, они также содержат жир в большом количестве, поэтому это усиливает образование холестерина в организме. И соленое, в частности, например, соление, тоже не рекомендуется лицам, страдающих гипертонической болезнью. Ну, легко усвояемые продукты, как бы, да, они не противопоказаны. Хотелось бы раскрыть, что за заболевание инсульт для наших телезрителей и какие виды бывают инсульта? Ну, инсульт это, или, иными словами, это острое нарушение мозгового кровообращения, которое клинически определяется развитием, внезапным развитием, очаговой или общемозговой неврологической симптоматикой, обусловленная поражением головного мозга. Острое нарушение бывает нескольких видов. Это ишемический инсульт, геморрагический инсульт, бывает транзиторная ишемическая атака и острая гипертоническая энцефалопатия. Но я вас должна остановить, потому что из того, что вы сказали, я понимаю вас, дорогие медики, этот язык вам доступен, понятен, но, конечно, мы хотим дать информацию нашим зрителям, чтобы защитить их от этой болезни. И поэтому нам непонятно, я понимаю, геморрагический инсульт, ишемический инсульт, но, тем не менее, давайте попроще. Ишемический – это полное отсутствие или снижение кровоснабжения определенного участка головного мозга. А геморрагический – это нетравматический разрыв сосуда и выхода крови в вещество головного мозга. То есть в одном случае сужается просвет, да? А в другом – не кровоснабжается, а в другом случае разрыв и излитие крови с раздавлением ткани мозга. Кто находится в группе риска? В группе риска, в первую очередь, это пожилые люди, то есть лица старше 60 лет, лица, страдающие гипертонической болезнью, с сахарным диабетом, курильщики. Затем лица с кардиальной патологией, то есть перенесший инфаркт миокарда, лица с тромбами внутрисердечными, с нарушением сердечного ритма, по типу мерцательной аритмии, когда возникает именно кардиоимболический инсульт. Затем средними заболеваниями крови, как лейкозы, анемии, могут быть инфекционные заболевания сердца, в частности, когда также возникают инсульты. В большинстве случаев это женщины или мужчины? Ну, вы знаете, в молодом возрасте чаще болеют мужчины. Соотношение где-то 2 к 1, но с возрастом это соотношение, оно выравнивается. Симптоматика ишемического инсульта. Ну, симптоматика, это прежде всего на первый план становится острая неврологическая симптоматика. То есть здесь могут быть разные симптомы. Прежде всего, это двигательные нарушения, то есть больной предъявляет жалобы на слабость либо в правых, либо в левых конечностях. Слабость тоже может быть разная в виде ограничения движений, либо полное отсутствие движения в конечностях. Могут быть чувствительные нарушения, они тоже могут быть разнообразные. То есть больной может говорить, что плохо чувствует предмет, допустим, либо же полное отсутствие может быть чувствительности. А в ряде случаев возникают ощущения онемения, ползания мурашек, жжения в этих парализованных конечностях. Затем могут быть координаторные нарушения, то есть когда больной говорит, меня качает при ходьбе, или я практически стоять не могу. Затем могут быть нарушения речи. Это может быть в виде нечеткости речи, затруднения речи или полное отсутствие речи. В ряде случаев больной говорит свободно, но при этом практически не принимает обращенную речь. Она называется сенсорная афазия. Больной иногда может предъявлять жалобы, что он писать не может. То есть это тоже говорит о повреждении корковых структур. Это вот временное состояние? Если это транзиторная ишемическая атака, это как правило регрессирует. Если это ишемический инсульт, то оно может сохраняться в принципе на протяжении всей жизни. На что нужно обратить внимание нашим телезрителям, если где-то в поле их зрения оказался случай, что человеку стало плохо, и как им себя вести в данном случае с этой ишемической инсультой? Ну, вообще существует такое мнение, что все больные с диагнозом ишемический инсульт, даже вообще инсульт, они должны быть госпитализированы. Единственное, как бы можно сказать, что... То есть все подряд. Да, все подряд. Единственное абсолютное противопоказание – это агонирующее состояние больного. Если, допустим, это случилось дома или же на улице, прежде всего необходимо вызвать скорую помощь. До приезда скорой помощи обязательно нужно уложить больного, приподнять головной конец, ну, градусов на 30, повернуть голову его в сторону, обеспечить поток воздуха, снять стесняющую его одежду, по необходимости периодически очищать ротовую полость, допустим, от рвотных масс или от слюны. И если есть такая возможность, нужно измерить артериальное давление. И в случае необходимости, также есть такая возможность, повторюсь, дать ему гипотензивный препарат, то есть препарат для снижения давления. А можете сказать, самые популярные препараты? Ну, и существуют препараты для лечения гипертонической болезни. В данном случае препараты скорой помощи нужны. Ну, чаще всего мы пользуемся капотен, каптоприл, то есть, ну, нефидипин, то есть это, в принципе, скорая помощь, она может позволить себе дать больному. Ну, и, в принципе, у многих больных эти препараты есть дома. А можно транспортировать такого тяжелобольного в обычной легковой машине? Нежелательно, но если уже выхода нет, то можно как бы откинуть спинку и привезти в больницу. Потому что временной фактор для нас имеет очень важное значение. За какой промежуток времени такой больной должен получить медицинскую помощь? Ну, золотой стандарт – это первые 2-6 часов. Но, к сожалению, в такое время укладывается процентов 8-10 нашего населения, 75% ориентировочно они поступают к нам за истечение первых 6 часов, когда уже в головном мозге происходят необратимые изменения. Чем быстрее привезут больного, тем быстрее начинается адекватное лечение, а это влияет на течение, на исход заболеваний и на осложнение. Вот чтобы не довести болезнь до этого состояния, до критического состояния, вот как раз мы говорили о профилактике, хочется еще больше об этом говорить. Вот как надо себя проверить, обследоваться, в год сколько раз прийти к врачу? Давайте об этом. Ну, что касается пожилых людей, они должны наблюдаться у участкового терапевта или же у невролога, ну, как минимум раз в 3 месяца. А что касается... Пожилой возраст, точните. Старше 60 лет. И это также распространяется на лиц, которые уже перенесли инсульт, то есть с какими-то определенными факторами риска развития инсульта. А в молодом возрасте, в принципе, они должны обращать внимание на какие-то изменения самочувствия. Прежде всего, это интенсивные головные боли, частые эпизоды повышения артериального давления, возможно, возникновение каких-то кратковременных эпизодов ощущения онемения, допустим, в руке, в ноге, затруднение речи, оно должно остораживать наших граждан о наличии какого-то у них заболевания, возможно, скрытого течения. Когда они обращаются, естественно, со своими жалобами, мы уже назначаем определенное обследование. И таким образом... А избыточный вес как-то может повредить? Естественно, избыточный вес, он также влияет на развитие инсульта, потому что чаще всего лица с ожирением, они страдают гипертонической болезнью, сахарным диабетом. И у таких лиц мы должны достигать идеальной массы тела, то есть калорийную пищу нужно ограничивать. И, естественно, у них, как правило, и высокий холестерин, и очень часто мы встречаем, что у них имеется атеросклероз сосудов головы и сосудов шеи. Естественно, это основные сосуды, по которым кровь поступает в голову. А если кровь не будет поступать... Я еще один вопрос, и все сразу же уступаю тебе. А вот насчет нашей национальной кухни. Может быть вредной нашей еде? Мы же любим аджику, копченое мясо, копченый сыр. Ну, естественно, острое, оно вообще как бы плохо влияет на организм. Но мы часто употребляем соленое, тоже нельзя, потому что соленое задерживает жидкость в организме, и это потенцирует повышение артериального давления. Ну и, как сказала, жир, то есть мясо, которое у нас мы любим, оно также повышает уровень холестерина. Да. Высокий холестерин – это фактор риска развития инсульта. Не то, что инсульт, даже гипертоническая болезнь, потому что при высоком холестерине очень часто повышается артериальное давление. В общем, надо держать холестерин в норме, и многие вещи, плохие последствия можно избежать. С каким обследованием может встретиться пациент, с таким симптомом, который мы перечислили лучше? Обследование. Прежде всего, это биохимические методы исследования. Мы часто назначаем коагулограмму, определяем уровень холестерина, затем лица, страдающие гипертонической болезнью, мы определяем креатинин, мочевин, то есть показатели функции почек. Затем, ну, в зависимости от жалоб, мы назначаем УЗИ сосудов шеи. К большому счастью, мы в Абхазии уже можем себе это позволить. Можем выполнить УЗИ сосудов головы. Также КТ головного мозга сегодня мы тоже можем себе позволить в Абхазии. Вот мы подошли, мне кажется, как раз ко второму сюжету, который был подготовлен у вас в неврологическом отделении Сухумской городской больницы. Посмотрим сюжет, а затем уже продолжим нашу беседу. Отделение неврологии во 2-й Сухумской городской клинической больнице развернуто на 40 койках мест. После капитального ремонта оно оснащено практически всем необходимым техническим оборудованием. Это энцефалограф, эхоскоп, кардиограф, ультразвуковой аппарат, мониторы каждой койки, которые помогают круглосуточно следить за динамикой больного. Работает в отделении кардиологии 8 врачей-невропатологов. Руководство больницы стремится повысить профессиональный уровень своих сотрудников, давая возможность выезжать на различные семинары. Нет компьютерного томографа, очень необходимого для такой сферы, как неврология. В связи с этим больных приходится на специально оборудованной машине отправлять в Агудзерский госпиталь, что создает угрозу жизни для пациентам. После капитального ремонта у нас почти все диагностическое оборудование снабжено новейшей диагностической аппаратурой, кроме компьютерного томографа, к сожалению. Вся остальная диагностическая аппаратура, которая имеется в центральных клиниках в России, у нас все это имеется в наличии. У нас есть возможность у постели больного тут же в день поступления провести обследование. Лабораторная диагностика, это у нас лаборатория, очень тоже квалифицированные лаборанты работают, они постоянно проходят курсы усовершенствования. В нашем отделении проводится палата интенсивной терапии, которую открыли после капитального ремонта до 2 года назад, и палата развернута, реанимационная палата на 6 коек. Первые до 3 суток мы можем оказывать такую помощь, полноценную медикаментозную терапию. Со всех районов привозят сюда больных круглосуточные, то есть дежурит врач-невропатолог круглосуточный. Больных, остро нуждающихся в хирургическом вмешательстве, приходится направлять в Российскую Федерацию. По словам медиков, 80% больных поступают в отделение неврологии с диагнозом инсуль. Чаще всего инсульт возникает у больных старше 60 лет. Неврологические заболевания имеют сезонность. Это осень, весна, период, когда обостряются различные болезни. Если обратиться к статистике, то в 2009 году отделение неврологии приняло 570 больных, в 2010 году 800, в 2011 – 930, а за последние полгода около 600 больных. С каждым годом возраст больных становится все моложе. То есть заболевания, как говорится, молодеют. Причем очень много тяжелых больных, они попадают в крайне тяжелом состоянии, в критическом состоянии. Наследственность, конечно, имеет большое значение, наследственный фактор. То есть если в роду были такие больные, которые болели, перенесли инфаркт в молодом возрасте, инсульты, кровоизлияние, конечно, их надо брать обязательно, это принимать надо во внимание. После 40 лет эти больные должны обязательно знать свое давление, следить за собой, ходить, посещать врача обязательно, ну, конечно, выполнять рекомендации врачей. Группа рисков, вы знаете, возраст, чаще всего встречаются мужчины, чаще всего болеют. Хотя вот в последнее время мы наблюдаем, и мировая статистика тоже говорит, что они уравновесились, то есть что мужчины, что женщины. Инсульт коварен тем, что на первых этапах его развития человек может не испытывать никаких болевых ощущений, не имеют рука, щека, слегка изменяется речь, иногда появляется головокружение или помутнение зрения. Моги переданы ходить, нарушивая речь, сейчас лучше. Валентин Иванович обратился на самом деле к нам полгода тому назад, его привели родственники самостоятельно, своим ходом. Большую частью заметили родственники, что он заболел, когда постепенно стали проявляться нарушения походки, нарушения речи. При обследовании каких-либо грубой очаговой симптоматики не было выявлено, была рассеянная симптоматика, больной был в ясном сознании, команды выполнял. Ну, естественно, мы его отправили на обследование, на МРТ головного мозга. В ходе обследования было выяснено, что у больного множественное, такое есть заболевание, лакунарное, мелкие очаги инсульта во всех полушариях мозга. Говорит о том, что здесь изодействованы правые, левые полушарии, все почти отделы мозга, которые практически без симптомов в течение нескольких лет протекали. Основной причиной множественного лакунарного инсульта была гипертоническая болезнь, которая не была лечена и не выявлена вовремя. Из-за напряженного графика на работе у 40-летнего Ахры Гагуля кровоизлияние мозг случилось 3 года назад. После этого он наблюдается у врача. Однако из-за занятости на работе он не может регулярно наблюдаться у лечащего врача. И поэтому заново попал в больницу. Недавно стало как бы немного плохо ночью. И, соответственно, я приехал сюда. Меня обследовали и уважили. Но это не сейчас началось, моя история достаточно длинная. То есть 3 года назад у меня было кровоизлияние. И после этого я тоже так же здесь обследовался и лечился здесь. Какие симптомы, что вы почувствовали? Ну, первый раз тогда, когда это произошло, просто было резкое головокружение. Я потерял сознание, упал. Потом оказалось, что это кровоизлияние. То есть мы как-то уже сюда привезли. А сейчас то же самое, но уже в легкой стадии, такое головокружение почувствовал. Современный мир неуловимо меняется. Успешность на работе нас ставят в жесткие рамки, заставляя карабкаться вверх по карьерной лестнице, обеспечивая существование родных и близких. Приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятельствам, реагируя на реалии нашего мира, не всегда положительные. Сдержанно и терпеливо получается не всегда. И тогда наш организм отвечает различными неврологическими расстройствами. Нервными тиками, нарушениями сна, потерей сознания, памяти, приступами агрессии. Мы часто и не догадываемся, что это лишь первые симптомы возможностей серьезного заболевания, которое, если диагностировать на ранних этапах, можно успешно вылечить. Беда лишь в том, что подавляющее большинство из нас, заметив у себя подобные признаки, к врачу не обращаются. Лилана Кокали, Аслан Кокоскир, специально для программы ОГОИСРА. Остановимся, наверное, несколько на лечении, на устранном нарушении мозгового кровообращения. Ну, что касается лечения, конечно, это дорогостоящие препараты, сосудистые препараты. Но на курс лечения инсультного больного и на реабилитацию, как правило, уходит более 127 тысяч рублей. Естественно, на сегодняшний день все эти препараты приходится покупать непосредственно самим родственникам. Когда они к нам поступают на экстренную помощь, у нас есть все препараты, в том числе эти дорогостоящие сосудистые препараты, то есть для оказания экстренной помощи. Но в дальнейшем эти препараты нужно принимать длительное время, и поэтому все это приходится покупать родственникам. Мы говорили о профилактике много, а вот о реабилитации меньше. Как должны себя вести близкие, родные больного человека, уже инвалидов? Должны, наверное, проявлять, я так представляю, терпение, понимание. Наверное, больной тоже становится раздражительным. Ну да, в плане лечения, в процессе лечения реабилитационные мероприятия играют очень важную роль. Они уже должны начинаться в стационаре. То есть непосредственно мы назначаем занятия с логопедом, лечебную физкультуру, массаж, физиотерапевтические какие-то процедуры определенные. Очень важное значение имеет этапность и непрерывность реабилитации, то есть особенно в первые 6 месяцев больные должны проходить эти реабилитационные мероприятия в реабилитационном центре, затем в санаториях, а потом уже они уходят на диспансерный учет. Ну, на реабилитацию обычно выдается около двух лет. Первые 6 месяцев мы должны проводить активно реабилитацию, потому что за это время мы, как правило, достигаем определенных результатов в плане восстановления двигательной активности. А вот на восстановление, допустим, речи, памяти, внимания, на это где-то около двух лет у нас времени занимает. Реабилитация и восстановление двигательных, там, речевых нарушений больных с геморрагическим инсультом, она проходит лучше, чем у больных с ишемической болезнью, потому что при геморрагическом инсульте повреждающее влияние на головной мозг, оно менее выражено, чем при ишемическом инсульте. Максима Зурьевна, тонометр должен быть в каждой семье? Да, должен быть в каждой семье, потому что, особенно если есть уже пожилые люди, страдающие гипертонической болезнью, перенесшие какие-то другие заболевания, им необходимо ежедневно контролировать артериальное давление утром, в обед и вечером, то есть минимум три раза в день. Вы подчеркните, пожалуйста, нормы, вот какие цифры должны быть? Ну, верхняя граница нормы – это 140 на 90. Если 150, уже надо к врачу? Это уже гипертоническая болезнь. То есть дома самому можно принимать, скажем, тот же КПТН, или все-таки надо вызывать? Ну, для оказания экстренной помощи, если это есть дома, можно принять таблетку или там полтаблетки, но потом уже обязательно нужно обращаться к врачу, потому что врач именно подбирает необходимые препараты. Там учитываются многие факторы при назначении препаратов. У вас дома есть тонометр? Обязательно. У меня нет тонометра. Ну, идем и покупаем тонометр завтра же. Раньше говорили, что женщины меньше болеют инсультом, а сейчас вот их число тоже растет. А какие причины? Они отличаются? Основные причины, они одинаковые. То есть это гипертоническая болезнь, ожирение там. Но особенностью, сейчас новой особенностью явилось то, что женщины очень часто начали принимать оральные контрацептивы. Оральные контрацептивы, они вызывают развитие инсульта, там происходит сгущение крови. И поэтому вероятность развития инсульта, особенно в молодом возрасте, у женщин высокий на фоне длительного приема. А длительный прием – это 3 и более лет. Ну и женщины начали в последнее время тоже курить. И если женщина, допустим, курит, то риск развития инсульта составляет 60%. В каких случаях приходят прибегать к хирургическому лечению таких больных? При ишемическом инсульте прибегают к хирургическому лечению при наличии выраженного стеноза и формирования атеросклеротических бляшек. То есть если имеется стеноз 70 и более процентов, это прямое показание к хирургическому лечению. И где мы можем в наших условиях это делать? В наших условиях, к сожалению, мы это сделать не можем. Мы, как правило, отправляем на консультацию к сосудистому хирургу за пределами Республики Абхазия. И там уже сосудистый хирург, исходя из возраста, сопутствующая патология, определяет, стоит таких больных оперировать или нет. Если есть такая возможность, то они считают нужным, то такие больные подвергаются хирургическому лечению. Почему у нас невозможно проводить такие операции? Пока нету операционных дней, готовы они еще, но планируется, насколько я в курсе. А специалисты есть? Ну, сосудистые хирурги, они как бы должны обладать... А если у нас будет такое деление, вернее, мы сможем проводить такие операции здесь, ситуация улучшится? По крайней мере, наверное, на количество летальных исходов это скажется. Естественно, где-то 45% ишемических инсультов возникает на фоне аторской розы сосудов шеи. Мы можем заранее диагностировать и отправлять их к сосудистому хирургу. Они благополучно прооперируются, инсульта просто не будет. Его просто нет. А что касается геморрагического, то здесь наши больные также не получают хирургического лечения. Особенно если геморрагический инсульт связан с сосудистой патологией. Услышала все ответы, которые хотела услышать. Я надеюсь, нашим телезрителям это было интересно. И не только интересно, а возьмут себе на заметку. Не доводить все дело до вот такой тяжелой степени, а можно все вовремя увидеть, узнать, обследоваться и быть здоровым на долгие годы. Спасибо вам за беседу, спасибо вам за информацию. Спасибо. Спасибо вам тоже. До завершения нашей беседы хотела сказать о том, что есть разного рода мнения, что у нас невозможна медицина на абхазском. Медики наши не говорят на абхазском. Просят как-то ввести абхазский язык в наш проект. Мы пытаемся сделать сюжет. И плюс я вот хотела бы ввести словарь. Все понятно, вы получаете образование на русском языке. У нас в старших классах дети, биологию, анатомию, все проходит на русском языке. И вот поэтому, наверное, не так легко перевести медицину, ввести ее в практику. Но, тем не менее, мы решили небольшой свой вклад в это внести, делая словарь каждой передачи. Например, вот по теме у нас сегодня мы говорили о нервах, о мозге. Поэтому у нас есть словарь АОЛЮ, перевод Пети Куцне. И поэтому вот сейчас небольшую рубрику мы посмотрим с вами. Вот несколько слов буквально, чтобы мы это запомнили. Максима Зурьевна, я знаю, вы владеете хорошо абхазским языком. Поэтому, может быть, в завершении программы что-то скажете нашим телезрителям на родном языке. Хатерского телехопшеча, я снаек шахалшатского пшла, а губзира шоуайт. Хатерского телехопшеча, я сарай шугуал срежуайт, яхе а гуи срочатся снат шахтаз, а хаким, а невролог Мактина Чукбар. Хатерского телехопшеча, яхе а гуи срежуайт, яхе а гуи сарай шахтаз, яхе а гуа, гуа, хаp. Хатерского телехопшеча, яхе а гуи са. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...